Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Следователи Гомельской области устанавливают обстоятельства убийства 35-летней жительницы деревни Ломовича Октябрьского района. Женщина с июня считалась пропавшей без вести. В милицию заявление о её исчезновении написала мать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на трёх сельчан, которым впоследствии предъявлено обвинение в совершении преступления. На сегодня собрано достаточное количество улик, указывающих на причастность к убийству женщины. Трёх жителей деревни Красная Слобода. Им 19, 20 и 29 лет. По версии следствия, в конце мая потерпевшая решила уехать в гости к своему знакомому в соседнюю деревню. Вечером женщине стало скучно и она решила провести его в другом доме в компании трёх незнакомых мужчин. В ночное время после распития спиртных напитков мужчины нанесли ей удары в область головы палкой и кирпичом, от которых она впоследствии скончалась. В целях сокрытия следов преступления фигурант уголовного отдела вывезли тело женщины в лес на территорию Петриковского района, где и закопали. В дальнейшем, когда мужчины попали в поле зрения правоохранителей, двое из них успели перезахоронить тело в лесу. Там оно и было обнаружено в ходе расследования. Всем троим односельчанам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Сейчас мужчины находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Вчера днём в Гомеле по улице Минской в одном из жилых домов произошла вспышка газа. В квартире на пятом этаже от хлопка выбило стёкла в окне и вывернуло раму. На место ЧП выезжали спасатели. Они установили, что произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В квартире также обнаружили пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Браконьер со стажем. На Днепре задержали неработающего жителя Лоева во время незаконной рыбалки. В арсенале мужчины было пять сетей общей длиной около 400 метров. С их помощью он успел вытащить на берег чуть более 10,5 килограммов рыбы. Поскольку вред, причинённый его действиями окружающей среде, составил свыше 150 базовых величин, на место была вызвана группа следственно-оперативная Лоевского районного отдела внутренних дел. Всего в общей сложности причинённый вред и стоимость незаконно добытой продукции составляют около 4000 белорусских рублей. По данному факту Лоевским РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Браконьер оказался опытным. За 2018 год это уже его третье попадание в сети природоохранной инспекции. Один раз его задержали за нахождение вблизи реки с сетями, второй за добычу рыбы всё теми же орудиями ловли. Сотрудники Гомельской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу Евразийского экономического союза. Во время проверки поезда Киев-Санкт-Петербург в республиканском пункте таможенного пропуска Терюха одна из пассажирок вызвала у таможенников подозрения. В ходе проверки её личного багажа в дамской сумочке обнаружено свыше 15,5 тысяч долларов США. Так как по законодательству на таможенную территорию ЕС незадекларированными можно вводить до 10 тысяч единиц американской валюты, остальная сумма была изъята. По правонарушению в отношении гражданки начат административный процесс. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова